После развала СССР многие представители творческой интеллигенции заявили, что чуть ли не всегда были ярыми антисоветчиками и что советскому государству они ничем не обязаны. Наоборот, они якобы содержали государство. Понятно, что они не верят в то, что в СССР были созданы условия для того, чтобы эти люди могли заниматься творческой деятельностью. Они этот момент игнорируют, как и игнорируют тот факт, что наибольшая популярность у них была именно в период существования СССР. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич, советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калнынш, заявил, что ничего Советскому Союзу не должен, наоборот, скорее Советский Союз должен ему. Он отметил. Мне говорят, вы же должны Советскому Союзу, правительству Советскому за все. Я говорю, это вы мне должны, вы не доплатили. Кто кому еще должен? Актер утверждает, что гонорары были шуточными. А в советские годы он соглашался во всем участвовать только из-за любви к творчеству. Как бы вы прокомментировали это? Ну, вы знаете, тут еще одна была подруга такая, по имени Лайма Вайкова, которая пела в ночных клубах, там, ну, были в советской латвии, там, кабаре, ночные клубы на побережье Рижского залива. Танак теперь тоже заявляет, что Танак кормил там весь Советский Союз. Только чем, ну, понятно, да. Здесь вопрос простой. Калнинж мог бы, например, кстати, он раньше был Калнинг, предположим, писался там в титрах. Ну, ладно. Мог бы шахтером работать. Получал бы раз в десять больше. Ну, потому что работа такая. Мог бы поехать на банк, где платили. Вот в Москве тогда, скажем, в 80-е 150 рублей, а там тысячу. Пожалуйста. Что, его под дулом пистолета, там, штыками затолкали в киноактеры. Я что-то не видел в советское время. И, кстати, не помню, никаких воспоминаний. Повторил, ой, не хотел стать киноактером. Но меня прям заставили. Вот в советское время конкурсы были большие в двух учебных заведениях. Ну, точнее, в двух группах. Это МГИМО, где я, когда поступал, был один человек на место. И актерские вузы. Известите. Никто не ездил по стране и туда не набирал их за все силы. Все там упирались рогами, копытами и прочее. Это раз. Потом, вот спросите людей на улице. Там прокалменили. Там или калменилища. Пожалуйста. Молодежь не знает вообще, кто это такой. Но она не только его не знает. Все люди там, скажем, моего советского возраста скажут, какой-то известный советский актер. А вот что, на Западе снималось? Он там что и популярен? В ФРГ, может быть, в Великобритании. И самое главное, еще вот он там что-то кому-то должен. Ужасный Латвии вот до 40-го года. А там вообще была своя киностудия. Там вообще какие-то фильмы, может быть, там, кстати, снимались на самом деле. Но только их никто не помнит. Потому что с допотопным техническим оборудованием и с мелкими тиражами Да никто не знает никакого латвийского кино до 40-го года. После войны, как и во всех союзных республиках, Рижская киностудия называлась. Так она там несколько десятков фильмов снималась в год. Ну, в лучшее время, конечно. И причем абсолютно разные. Ну, жанровые, например, детективы очень ценились, латвийские, да? Ну, или, например, как бы сейчас сказали, блокбастер «Долгая дорога в дюло», да, снимавшийся Рижская киностудия, наш сериал, ну, я не знаю, там просто десятки миллионов его смотрели. Вопрос такой, а сейчас есть Рижская киностудия? Свобода, демократия, никто. Пожалуйста, пусть Калниш там снимается. Ведь он после распада СССР опять торчал-то здесь. Снимался в каких-то, извините, с моей точки зрения, низкопробных, но российских сериалов. Потому что, да, там даже в Атве и низкопробных сериалов вообще ничего не было. Чем занималась Рижская киностудия все это время? Распродажа имуществ. Реквизиты, что называется. Или доволен, вот, знаете, вот в аренду. Какие праздники-то? Свадьбы. Там же много исторических фильмов снималось, да, в свое время. «Слуги дьяволу на чертовой мельнице», например, вот, ну, один и столько, да? Вот и все. Это искусство. А насчет Калниша я бы сказал так. Вот я очень бы не хотел, чтобы меня сейчас пулили таким образом, что вот этот Калниш, такие как он, там еще есть, но я не хотел бы, чтобы меня пулили, что вот они, они олицетворяют искусство прибалтийское, да? Для меня его Вия Артмана олицетворяет, которая в советское время, ну, родная кровь, если кто-то не знает, но можно еще десятки фильмов ее назвать, конечно, которая была в советское время членом коммунистической партии, по-моему, депутатом Верховного Совета Литвы, Латвии, простите, конечно, и, если я, опять-таки, не ошибаюсь, членом Центрального комитета коммунистической партии. Когда все икнулось временно, я надеюсь, в 91-м году, ей же сказали покаяться. Она, в отличие от Калниш, не стала поливать грязью в свое прошлое, сказала, что она гордится тем, что сделала и не сожалеет о том, что была членом коммунистической партии. Ее же с квартиры выкинули. Она на то время жила на даче, где просто, ну, приютили знакомые. Это человека, Виа Артмана, которого, я не знаю, не только наша страна знала, по-моему, вообще, не знаю, очень сотни миллионов людей даже за ее предел, но она не сдалась. Она не стала погонить свою родину. А родина для нее была Союз Советских Союзистических Республик. Я помню, кстати, как Лужков, тогдашний мэр Москвы, он предлагал ей квартиру в Москве, переселяйтесь. Типа, ну, мы вас знаем, ну что, неужели мы вам дадим там на улице умирать? Она сказала, я, конечно, очень благодарна вам, русскому народу, и они считают, что я должна тем самым тоже сдаваться. Понимаете, вот выкинули меня на улицу, можно сказать, ничего, а я все равно сдаваться не буду. Вот для меня, понимаете, человек это не тот, кто, артист, кто умеет притворяться, ту гриль хорошо там накладывает. Это тот, кто может сыграть духовный внутренний мир другого человека, часто жившего там сотни лет тому назад. А для этого самому, чтобы постичь внутренний мир другого, надо иметь богатейший внутренний мир. Вот это настоящий мастер перевоплощения духовного, прежде всего. Это мне конкурс, я лайм и вайкл, это ви аркл.